МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После этого мы используем бальзамы или масочки для питания и увлажнения. И, конечно же, перед выходом на улицу мы используем средства для защиты губ. После скраба специалисты рекомендуют дополнительное увлажнение. Например, можно сделать маску для губ. Кстати, этот бьюти-продукт теперь выпускают и в тканевом варианте. А для любителей домашних процедур на этот раз мы даем зеленый свет. Губы хорошо воспринимают мед. Если у вас нет на него аллергической реакции. Домашние масла растительные, оливковое масло, возможно, и подсолнечное масло. Также, возможно, делают легкие скрабы с использованием, например, тростникового сахара. Но все это должно быть очень деликатно. Очень классный вообще колоссальный эффект получаете, когда утром вы чистите зубы, не забываем при этом про губки. То есть просто круговыми движениями, можно такими похлапывающими, щеточкой поделать. То есть это и пилинг, и кровь приливает губкам, и цвет становится яркий, и контур четче. А вот выбирая бальзам, внимательно читаем состав. Если продукт имеет твердую текстуру, в составе обязательно должен быть натуральный воск и масло. Причем чем больше, тем лучше. Растительные ингредиенты, ромашка, алоэ, папайя тоже хороши. Они увлажняют и защищают кожу. А пользу витаминов А, С и Е объяснять не надо. Сейчас на рынке очень много средств ухода за губами, которые сочетают в себе элемент декора и элемент ухода за губами. Например, такие, как блеск для губ, пигментированные бальзамы для губ, масла для губ. Помады тоже несут в себе ухаживающие элементы. Такие продукты идеальны для дневного макияжа. А вот вечером смело достаем любимую матовую помаду. Ни для кого не секрет, что ее плотная текстура нещадно пересушивает нежную кожу. А потому увлажнить губы перед макияжем будет полезной привычкой. Наносим бальзам и убираем излишки салфеткой. После недели такого ухода ваши губки скажут вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok